доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшего утра да и мы продолжаем изучать тору мы продолжаем изучать тору как мы тоже делаем несколько лет каждое утро встречаемся и изучаем изучаем тору так шалом всем у нас уже есть те кто с нами изучают уже много лет представляете вот так много лет каждое утро мы встречаемся и учимся это очень отлично так хорошо значит сегодня у нас какой день сегодня у нас 12 nissana you bet by nissan 12 nissana вот сегодня день рождения у моего отца покойного зихранили враха чтобы этот урок для поднятия его души чтобы там в душа поднималась в раю и значит чтобы он это как знаете когда потомки человека его продолжение изучают тору делают заповеди то это все поднимает там душу того кто этот след на земле оставил очень сильно вот так что сегодня вот у него как раз наверное там радость они радуются потому что такой урок у нас сейчас все все под потянутся больше ста человек когда учат тору это это сила это сила значит сегодня какой у нас день день у нас 12 nissana 13 апреля мы стремительно приближаемся к песаху и а значит вот сегодня книга о йом-йом на это день если вас два дня до до ночи прямо взрыва такого духовного взрыва всевышний сам написано в песах всевышний вот этот вот творец мироздания он тогда пришел в мир именно сам вот есть это мироздание это тоже всевышний и всевышний который это мироздание называется elohim его называют именем элоим всесильный он всесильный он он вся вот это все мироздание вся структура это все он его сотворил создал управляет это все 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 он все сильные все силы да но но есть еще тот всесильный который был до творец создатель который бесконечный энцов его еще называют который был до того как было мироздание и про него мы вообще ничего не знаем кроме того что он непостижимый бесконечный безназначный он творчестве, потому что там, где есть форма, там уже нет творения, нет креативности. Там, где есть креативность, все бурлит, нет формы. То есть это два противоположных качества, форма, формализация и креативность. И вот тот юткей вавкей, который творец мироздания, который был, есть и будет, сокращение имени Всевышнего четырехбуквенного юткей вавкей, это как на иврите ая, когда Мошар Абейну спрашивал, кто меня послал, скажи, какое имя твое, и там Всевышний говорит, ие, ашер, ие, это тот, кто будет, который будет. Что за будет, который будет? Юткей вавкей, это как ая был, ие будет, а ве есть сейчас. И в этом имени четырехбуквенном, это как бы его бесконечность. Он вне времени, вне пространства, вне материи, вне формы, вне всего. И вот 14-го Ниссана ночью, он проявляется в этом мире максимально мощно за весь год. То есть, когда у нас есть Роша Шана, второй Новый год, это Роша Шана, он проявляется максимально как судья, как структура, и он каждого проверяет, ты вписываешься вообще в структуру, ты как живешь вообще? То, что добро ты делаешь, а то, что зло ты не делаешь, и Роша Шана нас судят, да, он как бог-судья, царь. Все по закону. Всесильный проверяет, насколько ты вписываешься, проходишь в структуру. А вот здесь, Ют Кей Вав Кей, да, в Песах, он приходит и дает тебе возможность перейти на следующий уровень, соединиться с этой творческой энергией, с высшей частью своей души, которая соединена с бесконечным Всевышним. Это вот мы сейчас к этому дню уникальному приближаемся. Теперь, значит, нам напоминает Рэвэ сегодня, за два дня до этого дня, в книге о Йом-Юом, 12 Ниссана. Он нам напоминает, кем мы были, и мы сами себе напоминаем, когда идет Песах, ночь, это пасхальная ночь, мы читаем пасхальная агода. Значит, в эту ночь есть заповеди, которые называются «Вспоминать об исходе из Едипта», то есть мы читаем пасхальную агода, и она так и называется «Седр Песах», порядок Песаха, да, там все структурировано. Но в то же время это агода, агода это сказание, то есть мы, когда каждый раз в Песах собираемся за столом, и всю ночь читаем это пасхальная агода сказание, как это было, и делаем специальный ритуал в эту ночь, да. То есть очень важно, если ты хочешь встретиться со Всевышним, 14-го Ниссана, в полночь, то нужно пройти специальный ритуал. Невозможно в этом мире без ритуалов, без технологий. На чем ритуал заключается? Мы выпиваем 4 стакана вина, 4 стадии освобождения. То есть как работает вино? Ты выпиваешь первый стакан, у тебя, оп, какие-то твои ограничения спали. Второй стакан, вторые ограничения спали. Третий стакан, третий, четвертый стакан уже обычно спадают, все рациональные ограничения. В это время ты читаешь агоду, как это все было, как все это происходило, сказания о том, как был исход из Едипта, и в определенный момент, кульминационный момент, съедаешь мацу. Обязательно приготовьте себе кусок мацы, именно такой кизает. В общем, есть размер такой, лист мацы. И в нужный момент нужно его быстро съесть. То есть между как раз, есть специальный момент, съедается эта маца очень быстро. Это хлеб с мукой, и ты ее так съедаешь, 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 съедаешь. Вот так вот, причем надо наклониться. Ритуальная часть. И в какой-то момент у тебя внутри происходит вот этот вот момент творческого осознания. Каждый год мы проводим один и тот же ритуал. Каждый год мы читаем одну и ту же пасхальную агоду, но каждый год происходит вот у каждого внутри лично происходит вот этот вот взрыв духовный, встреча со Всевышним. И это уже индивидуальная вещь, это творческая, это нельзя предсказать. Но чтобы этот творческий взрыв произошел, нужно обязательно сделать ритуальную часть. Как, например, Эрнест Хемингуэй, когда он писал, он говорил, не важно, как я себя чувствую, есть у меня вдохновение, нет у меня вдохновения. Каждый день я пишу, я должен встать и писать. И когда я стал писать, у меня, возможно, придет вдохновение. А может и не придет, но я все равно буду писать каждый день. Понятно, да? То есть вот тут, но тут, если ты сделал все правильно, то вдохновение обязательно придет, потому что Всевышний ждет от нас пробуждение снизу, а он всегда готов подхватить это сверху. Но именно в этот день, 14-го Ниссана, это самое большое проявление. Теперь, а сегодня же 12-е Ниссан, и Рэба нам дает на каждый день, дает разные советы. Сегодня 12-е Ниссан, и он нам напоминает, что со времени выхода из Египта евреи называются воинством Всевышнего, да? Своот Ашем. Значит, почему воинство Всевышнего, он говорит, а в другом месте евреи называются рабы Всевышнего. А в третьем месте Всевышний называет евреев как сыновья для Всевышнего. То есть есть три разных статуса, в каждом из которых скрыто очень большое, разное, большая, но разное самоопределение. Вот смотрите, например, он объясняет, кто такой раб. Раб выполняет работу, возложенную на него господином, и в этой работе возможно несколько уровней. Бывает, что это искусное ремесло какое-то, да? То есть есть люди, которые обладают каким-то, рабы, которые обладают искусным ремеслом. Другие делают какие-то виды другого труда. Есть простая работа, да, такая рабская. Так, значит, все виды работы у раба, они не требуют полной самоотдачи. Полная самоотдача это когда, ну то есть раб у него, он раб, у него нет своего, ему сказали делать, он делает. Но он не делает это максимально самоотдачи. Теперь воин, воинство, воин готов умереть за хозяина, да, то есть ему хозяин говорит, иди на войну. Ну, воин такой, как? Иди, вот твое место на войне, значит, иди, нападай, а меня же убьют. Ну, ты же воин, все, давай. Значит, воин, он, у него самоотдача на уровне потерять жизни. Это воин. Теперь быть в статусе воина Всевышнего, это уровень. Это надо быть таким, ну, малые люди, я знаю, которые готовы. Были такие люди, да, это самый большой уровень веры, когда ты готова дать жизнь за Всевышнего. Это уровень веры невероятный. И третий статус сыновья. Сыновья – это такой статус, что, ну, ты же меня любишь, я тебя люблю. И вот этот статус сыновья, да, сыновья, он, он, с одной стороны, самый близкий, но, с другой стороны, он менее всего обязывающий, да, и он больше всего расслабляющий. Потому что сыновья, они, они расслаблены часто, да, то есть они как бы, ну, я же сын, а что ты тут будешь делать? И сыновья, они себя как-то ведут иногда не по отношению к Всевышнему, но Всевышний все равно их любит. Да, это статус сыновья. Вот три статуса есть у народа Израиля. Теперь здесь нам Рэбе говорит, что, что нам говорит здесь по этому поводу. Здесь он про сыновей вообще не говорит. Он говорит только про статус раба и воинства. Евреи в Египте находились в состоянии духовного упадка, терпели тяжкие и горькие мучения. И, несмотря на это, не сменили своих имен, языка и одежды. И твердо стояли на своем посту, поскольку знали, что Святой Благословен Он обещал освободить их. Тот, кто в подобной ситуации ведет себя подобным образом, принадлежит к воинству Всевышнего. Творец помогает ему над природным, сверхъестественным образом, но в рамках природы этого мира. То есть, что он здесь говорит? Что если ты готов отдать свою жизнь за Всевышнего, то ты становишься в статусе воин. То есть, у тебя большая самоотдача. И если у тебя такая самоотдача, то Всевышний для тебя делает чудеса. То есть, Всевышний с каждым взаимодействует ровно в той мире, в которой ты взаимодействуешь со Всевышним. И вот здесь как раз становится понятно, почему кто-то становится великим праведником, великим мудрецом, великим чудотворцем. Есть такие люди. Потому что они полностью преодолевают ограничения своей человеческой природы. То есть, они самоотверженно служат Всевышнему, готовы отдать жизнь свою за Всевышнего. И Всевышний им отвечает такой же силой, он также с ними взаимодействует. Понятно, да? Есть люди, которые выполняют все заповеди, но так без энтузиазма, как говорится. Без энтузиазма. Ну и жизнь у них тоже такая, без чудес. То есть, они спокойненько себе без энтузиазма выполняют и без чудес живут. То есть, ты выполняешь с энтузиазмом, и тут тебе в ответ бывают вот такие вот прямо какие-то чудеса-чудеса. Каждый сам выбирает. Теперь в книге «Обретение неба на земле» Рэбб нам говорит интересную вещь. Он нам говорит такую вещь, что насмешка – лучшее оружие темных импульсов в человеке. Как это работает? Вот смотрите, действительно, есть такое вот качество, как насмешничество, сарказм, обесценивание. Вот как бы человек говорит, да я пошутил, да он другого может обидеть, но как бы он пошутил. Да, это называется насмешничество. Он говорит, что это лучшее оружие темных импульсов в человеке, вот этой вот негативной части. И первое препятствие на пути вперед. Значит, какая первое препятствие? Это мысль, что люди могут сказать, что люди будут тоже над тобой насмехаться. И ты думаешь, ну как вот я вообще, люди будут насмехаться. И ты сам как бы начинаешь к своим же духовным каким-то импульсам относиться тоже с насмешкой. Самый сильный насмешник заключен внутри нас. Принимая за какое-то дело, человек уверен, что оно хорошо и правильно. И вдруг внутри внутренний голос. Стой! Кто ты такой, чтобы идти по такому возвышенному пути? Ты забыл, что делал совсем недавно? То есть человек иногда, он хочет, он хочет сделать что-то большое, святое, хорошее. И тут ему голос говорит, ну куда ты лезешь вообще? Ты на себя посмотри. С одной стороны, с одной стороны, это можно сказать, что это скромность. Да, потому что когда человек себе говорит, я велите, там все, давай ты велите и делай. Ну вот тут вот смотрите, тут самое, я вам скажу, самый важный мой совет, что сам человек в себе разобраться не может. Поэтому нам Тора дает конкретный совет. Сделай себе Рава, да, это устная Тора, сделай себе Рава. Сделай это, ты должен постараться, ты должен найти этого Равина, кого-то, с кем ты, у кого ты можешь учиться. Сделай себе Рава. Укнели хахавер. И приобрети себе друга. И найди себе напарника, партнера по развитию, которого приобрести. Объясняет нам, что такое приобрети друга. Чтобы у тебя был друг, ты должен в друга вкладывать. Ты не можешь в друга не вкладывать, не будет у тебя друга, если ты не готов свое время, силы вкладывать для того, чтобы он был твоим другом. Потому что, а что это тогда за друг? То есть, прям конкретно написано, будь готов к тому, что тебе придется вложиться в то, чтобы был у тебя такой друг. Но выбери себе этого друга и вложись в него. Друга по духовному росту, друга по развитию, друга, с которым ты можешь посоветоваться, и который искренне тебе скажет, без лести, без каких-то этих, потому что он уже знает, что вы друзья. Он тебе скажет, слушай, вот тут ты, конечно, даже когда ты рассказываешь и делишься вслух с кем-то своей мыслью о себе внутренним, то, что у тебя внутри происходит, в этот момент уже ты сам лучше понимаешь. А когда ты сам внутри в своей голове пытаешься разобраться, не работает. Сделай себе рава, говорит Тора, и Рамбам объясняет там, даже если он не совсем еще рав такой, но он уже знает в Торе больше, чем ты, назначь его равом, приходи, советуйся, через него будет Бог с тобой разговаривать. Приобрети себе друга, и там есть третье условие, при котором работают первые два. И суди каждого человека с хорошей стороны. Тут в чем, почему без третьего не работает ни первое, ни второе. Прихожу я к Равину, говорю Равину, так и так, значит, что-то хочу с ним посоветоваться, а он в это время говорит, слушай, я сейчас не могу, что там у тебя, приди через неделю. Вообще, ну вот тебе книжка, почитай книжку. Если я его сужу с плохой стороны, тогда я скажу, ну какой он Равин? Что это за Равин такой, вообще он не может времени уделить. Вот там, например, Рэблю Байч, он с каждым человеком сидел и прям вот вникал в него на тысячу процентов. Людей принимал каждый день до трех, до четырех утра и каждому уделял время, да? А это что за Равин? На книжку почитай. Все, и нет у тебя больше Равина. То есть ты сам его как бы перестал считать Равином. Теперь, ну если ты судишь каждого человека с хорошей стороны, то ты говоришь, да, может у него сейчас дела, может быть он сейчас, конечно, он же тоже человек, у него может сейчас проблема, у него может сейчас там 10 детей, 100 человек к нему обратилось вчера, может у него нога болит, может ему к врачу надо, может у него родители болеют, может быть там масса вещей может быть. И когда ты судишь его с хорошей стороны, то даже если он к тебе отнесся без ожидаемого тобой внимания, то он все равно остается твоим раввином. То же самое с другом. Значит, сделай себе Кнелла ХХВР, приобрети себе друга. Теперь, вот у тебя есть друг, ты ему раз помог, два помог, три помог. Потом ты ему звонишь, говоришь, слушай, приезжай ко мне, помоги. Он говорит, я не могу сейчас, ну что ты, я сейчас занят. Или я приеду и не приехал. То же самое, если ты его судишь с плохой стороны, ты говоришь, что это за друг вообще, да? Я к нему три раза сделал, а он мне не сделал. Нет у меня больше друга. Если ты судишь его с хорошей стороны, ты думаешь, ну бывает, есть разные люди. Я обязательный, он не обязательный. Не такой обязательный, как я. Я, допустим, у меня много свободного времени, а у него мало свободного времени. То есть его час и мой час, они это разная стоимость часа, да? Потому что у него на его час претендует 100 человек, а на мой час претендует, никто не претендует вообще. У меня, я думаю, чем бы мне заняться сегодня? У меня времени полно, да? И когда ты судишь другого с хорошей стороны, у тебя друг остался, Рав остался. И ты можешь, все равно получишь от этого больше, чем если ты всех засудил, сказал, ты не такой, ты не такой, ты не такой, и с тем ты остался. Не с тем. Значит, поэтому вот с этими внутренними голосами лучше разбираться только через внешнюю помощь, да? Потому что человек в чужом глазу видит соринку, а в своем бревно не замечает. И ты по-любому, если ты будешь взаимодействовать сам с собой, то, ну, здесь будут много ошибок. Теперь, это мы разобрали две книги, «Мудрость Торы» каждый день мы сейчас пропустим. В общем, сегодняшняя недельная глава, мы продолжаем учить главу Ахареймот. После смерти двух сыновей Аарона, Бог обратился к Маше и Аарону и предупредил их о большой опасности приближения к святая святых, к храмовой, все вот эти вот приближения к Богу, оно с одной стороны несет огромное наслаждение, знание, свет и так далее. С другой стороны, ты как будто бы зашел во дворец царя, и если ты там во дворце делаешь какие-то ошибки, то тебя могут наказать, да, то есть по-простому. Теперь, чем ты ближе приближаешься к Богу, тем у тебя с одной стороны твой уровень в жизни восприятия, он вырастает. С другой стороны, сказал царь Салмон в конце первой главы экклезиаста, что ярбе хохма, он марбе каас, он увеличивает, бров хохма, раф каас, когда он увеличивает мудрость, он увеличивает гнев. Чем больше у тебя божественная мудрость, тем больше гнева ты пробуждаешь на твои какие-то ошибки. В Иосиф Дат, увеличивающий познание Бога, Иосиф Маков, увеличивает боль. То есть у тебя сразу же за твое какое-то легкое прегрешение может быть сразу же отдача, чтобы ты заметил. Но тут надо выбирать, что ты хочешь, потому что человек, который не хочет рисковать, он и не будет пить шампанского, то есть никогда у него не будет в жизни ничего яркого. Он тихонечко-тихонечко пройдет жизнь, ты не рискуешь, не пьешь шампанского. Ты к Богу не стремишься, а ты остаешься таким каким-то сереньким, ну таким вот получеловеком, заготовкой, себя же. Потому что у тебя был большой потенциал перейти на следующий духовный уровень развития. Но там опасно. И ты думаешь, сидишь, или да, или нет. Это выбор каждого. Всевышний как тень от твоей правой руки. Ты к нему, он к тебе. Ты от него, он от тебя. Теперь здесь нам рассказывается как раз об опасностях и предостережения идут на уровне жертвоприношений. И я сегодня увидел такую фразу, которую вот за 20 лет изучения Тора никогда не видел. Здесь говорится, что ты можешь приносить жертвы только в храме, и ты не можешь приносить жертвы за храмом. И жертвоприношение – это самая такая глубочайшая часть служения, в которой ты там убиваешь это животное, сжигаешь. Это могли делать только священники, только в храме. И тут я увидел такую вещь, которая меня просто удивила, вообще удивила. Написано так. Значит, читая на иврите. Значит, перевожу дословно. И не будут приносить жертвы больше, жертвоприношение их козлам, которые они зоним. Ашер-эм зоним. Зоним – это, значит, зона – это женщина легкого поведения, которые за ним, которые беспутно, да, как бы, зоним действует вот беспутно, ахер-эм – за ними. Хука-ту-лам-ти-е-зот-ла-эм-ли-дро-там. Чтобы было это постановлением вечным вам на все поколения. Очень странный отрывок. Читая перевод на русском в этой книге, которую мы изучаем. И чтобы не закалывали более жертв своих косматым, косматым, за которыми они беспутно следуют. Законом вечным будет это им для их поколений. Каким косматым, каким козлам, какие жертвы вообще. И тут, читая мы, без устной торы не разберешься. Устная тора дает нам Раше объяснение. Значит, лэсэйрим – козлам, лэшэдим – шэдим – это демоны, чтобы не приносили жертвы демонам. Кмо, как написано в пророде Ишая. Пророк Ишая, он в своей книге, в своих пророчествах, в главе 13, в 21 отрывке, писал так. «Усэйрим и рак душам». И козлы вот эти будут танцевать, плясать там. Оказывается, были какие-то особые... Были в мире идолопоклонников. Сейчас, когда делают раскопки в Перу, в Мексике, вот в той Южной Америке, находят жертвоприношения. Там 200 этих каких-то лам, там 200 детей, там 200 лам и детей. То есть, приносили... Есть книга, я когда-то читал, «Воспоминания конкистадоров, которые захватили тогда Мексику». И они рассказывали. Мы, когда пришли в этот храм, где были эти инки, ацтети, где они приносили человечеству жертвоприношения, там было по колено крови. Они людей просто приносили в жертву. И вот как раз до того, как появились жертвоприношения в храме и приносили животных в жертву, оказывается, приносили жертвы... Было страшное-страшное идолопоклонство. И вот это вот приношение в жертву животных, людей, для всяких там демонов, идолов, делало какую-то невероятную мадию. И это запрещено делать. Прям в Торе написано, что это делать запрещено. И мы можем только себе представить и ужаснуться, каким был мир до того, как Всевышний дал Тору, и до того, как еврейский народ принял Тору. Это было 3333 года назад. И потом Тора шла, шла, шла. Потом, когда был разрушен второй храм, через христианство Тора пришла ко всем народам мира в виде Библии. И это 4 пятых Библии, это Тора. И это такое, как то же самое, только через одного человека рассказано. И, значит, потом мусульманство, это было самое последнее проявление. То же самое. Все законы в мусульманстве практически на 99% идентичны законам Торы, которые мы получили 3333 года назад на горе Синай от Всевышнего. И сегодняшний мир, он намного, намного чище, лучше, духовнее, добрее, чем тот мир, который был до дарования Торы. Просто однозначно. И то, что сейчас происходит, страшно. Мы просим, чтобы закончилась война, но насколько прекрасно, что весь мир поднялся для того, чтобы закончилась война. Потому что раньше, еще совсем недавно, весь мир вступал во любая война, сразу все, о, давай повоюем, давай. И, значит, на всей территории... Сейчас мы все просим, чтобы закончилась война. И весь мир хочет, чтобы закончилась война. А на всей истории человечества начиналась война, и все, давай повоюем. И прямо были войны, люди были намного более жестокие, намного более злые, чем сейчас. И сейчас, слава Богу, мы живем уже эпоха перед приходом Ашеха. Вот-вот он придет, и мы увидим уже, когда весь мир станет вообще абсолютно добрым, зло исчезнет, злодеи исчезнут, и останутся только добрые, хорошие люди, которые любят Бога, любят людей, и служат Всевышнему, выполняя Его заповеди. Тора, молитва и добрые дела. Вот три основы, на которых стоит мир. Все, всем удачи, успехов, мира, здоровья и благополучия.